Добрый день, я сегодня заключил себя абсолютно случайно, не знаю, ладно, это звучит страшно, это эхо, да, давайте так, нет, нет, ну ладно, я попробую выходить сюда, и вообще я английский, и в целом я занимаюсь немножко картами, я еще расскажу, и в целом я буду рассказывать про то, как мы висели использовать карты, так что это будет рассказ немножко с другой стороны, я не буду рассказывать про какие-то технологии великолепные и классные, а скорее буду рассказывать, что нужны лингвисты, но какие у них есть проблемы. Что такое языковая конвергенция? В целом, я думаю, что мой руководитель выбирал эти слова, потому что они красиво звучат, но в целом языковая конвергенция, наверное, когда один язык влияет на другой, и получается под влиянием одного языка, в другом языке появляются какие-то черты. У меня в Дагестане было очень много некоторых явлений, которые через Южную Дагестану, где я не мастера жесткого языка, просто потому что он был рядом, просто потому что они ходили туда работать. Вот. Немножко отзывели. Я лингвист, я преподаю в школе лингвистике не вовше, занимаюсь кавказскими языками, фонетикой, лингвистической статистикой и картографированием. И почти все делаю лингвистиками. Какими? Какими именно языками? Я много работал с ангейским, кавардинским, сейчас я работаю с абазинским, это северный, это как бы, извините, западный, Кавказ. А в восточном, в Абхазе я работаю с, раньше работал с гаргинским, и сейчас работаю с антийским языком. Вот. Почти все делаю лингвистикой, это такое язык программирование, если кто-то не знает. И проблема, действительно, в том числе, что все парни вокруг делают все в интоне. Но все эти ссылки, если вам будет потом интересно, можете зайти в мой гитхаб и что-то посмотреть. Вторых, про лингвистику. Дело в том, что я уже привык сталкиваться с стереотипами, и я уверен, что вы знаете, вы какие-нибудь стереотипы других сферах деятельности. Например, есть тыж-юлист, который всегда представляет услуги бесплатно, знаете, законы неизусть и тому подобное. Есть тыж-фотограф, который всегда видимо ходит с камерой, когда все не расстается, и только и думает, как что-нибудь сфотографировать. И то же самое есть некоторые мифы, про лингвистику, которые это загладывают, тыж-юлист. Например, тыж-юлист, умеет считать на всех личностях мира, ну ладно, знают все языки на свете, это тоже неправда, умеет распознавать каждый язык на слух. Но в целом, я что-то засмеяюсь узнать, но распознаватые. Правда, это языков тоже много, есть по 7000 языков, полный. Можете рассказывать о прохождении каждого слова. Это самое страшное, что у меня происходит, когда я обычно занимаюсь панетикой, то есть меня волнует, там, не знаю, как, там, осциллограмма изменяется, осциллограмма и все такое. И в целом меня волнует скорее какая-то физическая характеристика звука, и меня спрашивают, откуда произошло что-нибудь. Это, я в таких случаях очень волну кручу и понимаю, что вот еще можно этим заниматься. Пишут без ошибок, знают все каналы в графике, тоже не про меня, я дисграфик. Поэтому, если я в презентации перепутываю OEA и Bugatis, это не потому что я инвест, а потому что я просто дисграфик. Не знают математики программирования. Тоже такое представление, скорее, о переводчиках или тех, кто учат разные языки. Лингвисты, по крайней мере, в России есть добра, хорошая традиция. И у МГУ, и у МГУ, и у МГУ, и у МГУ, и у них все есть. И у всех, кто в МГУ, есть математика и программируемая. Так что, вот, все это неправда, и все это не про меня, понятно. А вообще, кто-то делает лингвистика. Тоже, наверное, лингвистика будет из природы видений, изучением языков. Все это очень интересно, но лингвисты этим занимаются, скорее, как биологи, а не создаводы. Переводчики и те, кто, не знаю, просто в льготы. Все эти люди изучают языки, чтобы на них говорить, общаться, спрашивать, как дела, говорить привет и так далее. Лингвисты исследуют некоторые структуры, которые есть в этих языках, поэтому их больше интересуют какие-то более абстрактные вещи. И очень часто бывает так, что лингвисты приезжают в какой-то язык, работают с ним, или потом уезжают, так и не узнают, как дела на этом языке. Вот. Но вообще есть вся остальная инвестика. Первая, это, извините, прескриптивная инвестика. Это люди на СССР русского языка, которые объясняют бездавие словарей и говорят вам какого-то кофе. И есть все остальные инвестики. Дело в том, что все остальные инвестики в языке – это некоторый предмет, поэтому какая-то вариативность в нем не является предметом исследования. И, собственно говоря, в связи с этим, конечно же, нужно исследовать грамматику языка, но не типа как правильно, а скорее я пытаюсь понять, как люди говорят, как, не знаю, употребляют. Это некоторый другой вопрос. Другая вещь, которую я больше буду показывать сегодня – это исследование распределения каких-то грамматических особенностей. Например, не знаю, сколько родов есть в русском языке, и сколько даже есть в русском языке, и сколько в английском, и так далее. Потому что мы собираем какие-то данные по всем языкам и что-то делаем с этим. Другая часть инвестики занимается всякими когнитивными способностями. Я здесь, конечно, вообще не силен. И не только человек, правда. Другие животные тоже вполне могут освоить язык. Вы, наверное, знаете про шипанзе ооши, которые учили говорить на женской музыке, и она достаточно в этом преуспела. Но другие животные тоже какую-то систему коммуникации имеют. И я уверен, что вы позже давно научили своих животных понимать какие-то элементарные команды, а они просто научили, что если кожа креется оошью ногу, значит ее надо покормить. Так что какие-то системы коммуникации присущи не только людям. Из-за того, есть обработки естественного языка и его приложений. Это как раз скорее про то, что делать. Как, не знаю, автоматически понять по всем сборищам отзывов. Положительно они отрицательны по каждому отзыву. Или поводок от товара. Или еще что-нибудь, не знаю, установание речи. Синтез речи. Это тоже некоторое направление. Ну, в общем. Так что лимбистик это все вот это вот. А не перевод ведения, а не, не знаю, изучение языков. Это немножко другое. Изучение языков. Ну все. Зачем лимбистик карты? Первое, самое главное, это, конечно, показать из этого языка диалект. Я приехал в какую-то деревню Дума-Ювы и вот хочу всем показать. Вот знаете, я был в деревне Дума-Ювы. Еще полезно бывает показать, что вообще-то рядом уже будут другие какие-нибудь жители, которые говорят в каком-то другом языке отличиеся на тот, как ромейский. Но в целом это такая вот схема. Ничего особенного там, ну как бы ничего сложного в этом нету. Но это тоже на самом деле не увесенно нужно. Другой цель, конечно, показать распределение языковых диалектов и даже языковых черт. Здесь я подготовил маленький пример. Есть такой сайт, называется Woz. Это сайт, в котором собраны разные языковые черты. И вот эта вот карта по количеству падежей. Самая темная точка – это языки, в которых много падежей, а самые новые светлые, где мало. Вот мы, например, знаем, что в каком-то языке диалов угны есть мало падежей. А вот здесь вот мартвинский, в нем много. Ну, вообще, видимо, в эстонском, финском, в них много. И так далее. Такого рода карты – это вот Woz, это такое собрание вот такого рода карт и текстов про них. То есть на самом деле можно где-то здесь ткнуть в раздел chapter, откуда можно эти данные, ну, во-первых, понять, откуда взялись какие-то маркеры и что они значат, найти какие-то ссылки, а главное – все это можно скачать. То есть можно взять, выключить все эти данные и сравнить их с чем-то. Здесь ссылки на литературу, а внизу, там, не знаю, какая-нибудь ссылка на GitHub и на каждый из файлов. Все это есть внизу. Все это делается в рамках проекта, который называется CLD. Сейчас компьютерность переключится обратно, иди вот так. Ой, нет, это почта. Что из этого? Это почта Firefox Finder. Терминал, и видим галендарь. Неужели это был Finder? Что ты хочешь? А, это был Firefox, я понял. Я из него не выходил. Только здесь два окна. Не знаю, кого… А, просто четырьмя пальцами, видишь? Я понял. Как вернуться к своей презентации? О, это не презентация? Да, это не презентация. В этой презентации. О, вернулась. Спасибо. Вот, это такой проект CLD. Там делается больше, чем VOLS. То есть VOLS — это Old Atlas of Language Structures, но там больше проектов по более частным, более конкретным, например, про разные диалекты английского языка, как там, не знаю, в разных диалектах говорят что-нибудь. И там, не знаю, такой же набор больших чисел. И черт. Вот. Но в проекте вот этом CLD, CLD — это Cross-Linguistic Linked Data, да, то есть как бы совмещенные, соединенные какие-то общие данные. Это важно, потому что лингвисты часто по-разному ссылаются на один и тот же язык, и то, что, не знаю, один называют одним по одним образом, другие — другим. Все вот это вот вызывает много проблем. Что еще нужно? То есть создавать такого рода карты и показывать, как у нас все остальные языки, интернеты или даже искалые черты. Хорошо. В пространстве и времени. Я буду все время добавлять время, потому что, ну, не знаю, был язык, не стал язык. Да, в целом мы вообще-то можем это реализовывать на подобных картах. Конечно, это сложно, но в целом можно делать. Хорошо. Показать отношение языковых черт в пространстве и времени. Да, здесь важно показывать, как какие-то черты садимы друг с другом. Ну, если есть одна черта, то будет другая. Если есть такая черта, то, наоборот, не будет другой. Вот такого рода вещи тоже имеется в виду показывать. И другая история – это нужно показывать взаимодействие между разными языками и некоторыми языковыми чертами. Например, если у твоего соседа есть какая-то черта, то высока вероятность, что ты тоже начнешь ее подхлоптывать. То есть, если палец какая-то новая черта, то таким образом мы сможем моделировать эфита при состоянии черт. Последнее исследование языковых стереотипов – это такая забавная вещь, с которой я скажу на самом деле в конце. И быстрых файл слов последний вопрос, который я революрую. То есть, исследование языковых стереотипов – это про то, что вы думаете про то, как говорят, например, в Питере или на Юге. И дальше это может исследовать как учрежденный способ, но в том числе есть такой известный способ, когда людям дают карту, например, полякам давали карту Польши и просили нарисовать, где говорят по-другому. Родатели, не знаю, тысячи людей рисуют какие-то линии на карте, и их еще как-нибудь называют. Дальше нужно это прополнить, собрать и получить какие-то регионы. Но то, что мы получаем – это не правда при языке. Мы ничего не узнаем таким образом при языке, а другие. Последний пункт – это попытки снимировать распространение языковых черт и в пространстве и времени. Про это есть работы, но, наверное, я не буду про это много рассказывать. В какой-то момент я написал пакет, который называется GeekTagology. В целом можно перейти в GitHub, это ссылка, и там есть подробная фигура, как его установить. Есть такой пакет на R, который соединяет в себе Reflat и некоторые пакеты другие. Есть Reflat R и Reflat Minicharts, которые позволяют рисовать карту в R. С базы данных платологов. Что такое платолог? Это такая другая база данных, в которой можно искать в разные языки. Давайте найдем, например, Мадыгейский. И там представляется какая-то карта, генеалогия и ссылка на литературу. Наверное, увеличивается здесь так. Кроме того, здесь есть страны, которые распространяют этот язык. Ссылки какие-то внешние, альтернативные названия. Например, мы можем узнать, как еще называют этот язык на разных языках. Так что, все вот эта куча данных, с которой можно как-то с ним работать. И зачем ему нужно было писать пакет? Потому что, чтобы создать карту, нужно было идти, давать координаты, все это создавать. И рисом, чаще всего, это было достаточно сложно. Действительно, если ты всю жизнь занимаешься чем-то одним, то потом тебе еще нужно сделать карту, то ты пойдешь по самому простому пути. Потому что создание карты — это некоторое не то, чем ты занимаешься, а некоторая вещь. Впосредственно, поэтому я создал пакет, который вообще предлагают сумму к рису. И просто возьмут, зайдут в R, напишут одну строчку, и у них уже готова карта. А в целом, вот этот код, который здесь есть, — это простой код, который рисует простую карту с двумя точками — адыгейский и русский. Все, что нужно потом лингвистам, иногда — это раскрасить эти точки. Но дальше, если будет еще при этом лежать вектор некоторой информации про то, какие черты, рисующие каждому языку, то потом оно все автоматически раскрасится за двумя цветами. Так что, в целом, первая цель, которая у меня стояла — это сделать быстрое элементарное картографирование, которое позволяет мне быстро рисовать все языки и, на самом деле, опираясь на их названия, и вот так, не утверждая людей тем, чтобы они искали координаты, думая про этот вопрос. И вот так у меня получилось. В целом, база данного глотолога достаточно большая. Там есть некоторые косяки и много интересных открытий, которые я сделал по дороге. Например, в базе данного глотолога тоже ума ошибок, которые я выявил, просто взяв и нарисовав все языки. После этого на гитхабе у глотолога появилось issues про то, что что-то вот этим вот языкам, наверное, немножко мокро. Потому что дело в том, что эти языки находились в какой-то водяной поверхности, и я никак не мог не относиться, точно не могла относиться к чему-то подобному. Кроме того, почему они это делают? Ладно. Вообще-то, когда мы уже что-то такое научились рисовать, то имеет смысл даже устраивать всякие трюки для оборудования в визуализации. Я постараюсь вам показать их. А почему эта штука называется linkhypology? Потому что она вообще была сделана для лимитической типологии, то есть как раз для таких вот создателей карт в VOLTS, которые я показывал с падежами. Поэтому это люди, которые этим занимаются, называются сипологи, и вот для них это было очень важно. Поэтому после того, как я сделал такую штуку, я тут же летел в ней, по пик некоторым известным энергетическим базам данных, в результате уже из того же самого места я могу сказать, скачай мне, пожалуйста, вот такой вот признак из VOLTS и других мистических глаз. Так что вот уже это не так просто, да, важно не только скачать, но и сделать так, чтобы потом можно было это нанести на карту. А там у них своя система кодирования этих языков, все это нужно приводить к некоторому стандарту, и это не какая-то большая сложная работа. Иногда я ее сделал достаточно просто, иногда сложнее. После этого, на самом деле, все, что оставалось, это еще сделать орудие ленивых, которым по простой топличке позволялось давать какой-нибудь адрес или что-нибудь подобное. И я в какой-то момент подумал, что это можно делать, и тоже это, на самом деле, завернут этот пакет. То есть дальше люди дают некоторую топличку, в которых у них есть языки и какие-то признаки, или несколько наборов признаков, и дальше по каждому столбцу построится отдельная страница с картой, которые будут отражаться. Потом это все можно поменять и как-то там изменить, но в целом будет сделан некоторый код на A, который против HTML, и дальше заливается в GitHub, у вас есть сайт, который уже похож, в каком смысле, на WOS, и предоставляет все данные. Вот, так что вот это пакет, который я сделал, и, собственно говоря, давайте я откажу, что он может. Допустим, я хочу нарисовать все женские языки из моих базовых данных. Сделать это срочно-хоу я, на самом деле, просто скажу, найти мне все языки, при которых есть в Sine, потому что все они будут называться, там, не знаю, American Sine Language. И дальше нанеси их на картину. Это делается одной строчкой, и, получается, ну, второй строчкой добавляется, чтобы вот так и всплывало название. И вот у меня есть такая база, ну, такая карта с кучей языков, и единственный язык, который плавает здесь в море, это вот этот. Это международный жестовый язык, вот, к сожалению, его непонятно куда отнести, поэтому я положил его в океан между Европой и Америкой. В целом, вообще-то, типологи очень любят делать так-то с центром в Тихом океане, и на Классическом, потому что они считают, что таким образом мы иллюстрируем как бы распространение людей по миру. То есть, как бы, чаще всего они, вот эти задачи переносят все туда. Но жестовые языки — это единственная история, когда вот такой тип карты будет иметь смысл, потому что жестовые языки распространялись более-менее из Франции и из Европы. И поэтому распространение жестовых языков лучше показывать за какой-то раз. Вообще, про жестовые языки тоже — это отдельная тема. Ну, наверное, не сегодня с ней любят. Таким образом, мы можем легко создавать карты. Мы можем то же самое делать с диалектами. Это инвентарная карта со всеми адресскими селами на территории РФ, и все они раскрашены по диалекту. Опять же, это высвечивается диалект. Можно, наверное, откнуться и что-нибудь увидеть, что это язык. После этого я тыкнусь сюда и прихожу на сайт, который отсылает меня в кастрюлю. Да? А они понимают друг друга? Когда как. То есть, например, зеленые точки, беслинеевцы, они как бы между адыгейцами и кабардинцами, поэтому они хорошо все это понимают. А вот, например, вот эти розовые шапсуги и токучинцы, они будут плохо понимать кабардинцев. Им все равно, у них очень много общей лектики, у них очень много общих конструкций, но в целом люди справляются. Но чаще всего, если приезжают адыги из Турции, то они начинают с ними говорить по-адыгейски, а вот если приезжают непонятный какой-то диалект кабардинский, то в таком случае они могут начать говорить по-русски. Но в целом эти языки друг другу хорошо понимают. Хорошо? В целом мы можем такое сделать, и в целом это все такие карты, которые добавляют, все сделаны пакетом. Так что в каждой карте все точки, которые вы видите перед этим, это был один язык, одна точка. В целом кажется, что это достаточно странное решение, но очень распространено среди инвестицифологов, потому что точек очень много, и если мы будем раскрашивать каждый населенный пункт по тому, какие там языки, то будет все очень умно и непонятно. Ну и кроме того, данных на самом деле не так уж и много про это. То есть не всегда известно, на каком языке говорят в каком-то населенном пункте. Хорошо. Вообще-то, близники, по которым мы хотим раскрасить точки, могут идти. Первый – это категориальные переменные, и здесь я привел некоторый доцент, который вот так вот рисует карты по всему миру, ну, точки по всему миру, и раскрасывает их в форме цвета. И вот здесь они раскрасывают полупараметры абруктивные звуки, и это такие звуки, которые как раз очень чувствуют на Кафкане, типа, вальфу, а бывают а-та, а-ка. То есть бывают а-ца, а бывают а-ца. И вот эти вот вторые, ца-ча-ка, это как раз абруктивные звуки. Соответственно, все языки можно разделить на два типа, по тому, есть там эти звуки или нет, похожие на какие-то, и на все это глупарты. В целом, здесь я сделал некоторую выборку, но это все сделано для того, чтобы показать разные типы. Бывают категориальные данные, бывают числовые данные, которые можно отражать при помощи шкалы. Вот. И вот здесь вот гавайский язык, в котором очень мало согласных. Второе, это количество согласных в языке. В гавайском языке очень мало, поэтому сандартных и хрустных. Но все равно это не чемпион. Есть язык, в котором типа 80 или даже 120. Вот. Он, кстати, тоже токайсанский язык, который будет здесь, в Африке. Кроме того, в такие карты можно устраивать с RCMade, поэтому, если мне вздумается, ставить сюда, например, видео, то я всегда смогу всем показать, как будет луна на французском жестовом языке, поэтому закрыть и посмотреть, как будет луна на русском жестовом языке. И сделать так для всех языков, на самом деле почти не представляет никакой сложности. Сюда можно же ставить звук и так далее. Так как эта штука понимает HTML, здесь я никого не удивлю. Но бывает такая история, что вообще-то карты нужны не только для того, чтобы приближаться, да, все эти карты позволяют приближаться, удаляться и что-то такое изменяться, как обычный юлифлет. Но дело в том, что иногда людям нужно делать какие-то публикации, и в этих публикациях им все вот эти игрушки абсолютно не нужны, а нужны какие-то вот такие вот моногамные случаи. Если я не представлю что-то раскрашенное 50 оттенков серого, то никто просто ничего не разберет, потому что они потом пустят этот подчеркный белый принтер. В таком случае нужны всякие штуки, во-первых, на статических карт, и здесь категориальные параменты, которые будут раскрашиваться между кружочью или угольчиками, будут играть куда лучше. Другая история на статических картах сделана так, что мы можем просто прописать цифры каким-то точкам, ну и кроме странных звучит типа вот здесь вот, когда у нас получается что-то похожее на 2 и 9, но это два разных языка. Вот. Другая история следующая, да, это как мне показать какие-то черты их сравненные в мире, как их раскрасть по каким-то параметрам, как мне показать какое-то изменение. это изменение по владению русским, в русском языке, в роде населениях. Я, кстати, их забыл подписать. Это Мегеп, это Убок, а это... Это Саврак. Здесь другие названия тоже. А, это Саврак здесь. Знаете, какое еще? И то, что здесь нарисовано, это проценты. То есть, например, раньше, до 1919 года, эти люди знали, ну, 25% населения знало русский, 43%. Здесь тоже какое-то очень маленькое число, которое уже не показывается. А после 1919 года, да, уже лучше. Здесь, надо сказать, что вот эти данные по долу и после, на самом деле, это данные по родившимся после какого-то времени. И здесь учитывается скорее воспоминания людей. То есть, это не, на самом деле, стереотипы, а не настоящие данные. То есть, приходили... То есть, как такие данные собирались, лингвисты приезжают в какое-то селение, опрашивают всех, кто им попадется под руку. И дальше они спрашивают об их родителях и дедушке и бабушке. Дальше оказывается, что и дедушка, и бабушка не говорили по-русски. Соответственно, про прадедушку уже сложности достать. А они как раз вот... Дайте, получается, что вот какой-то вот выделили условный рубеж, когда проходит эта граница. То есть, родившиеся после 1920 года, всё там дальше начинает расти знание русского, а до они спокойно жили без этого знания. В целом, эти данные не были бы так красивы, если бы нельзя было бы спасать и с какими-то другими. Поэтому на этой карте уже есть русский и лакский. И здесь надо говориться, что это Аварское село, это Аварское село, это Доргинское село. А вот здесь вот начинается лакская земля. Там дальше есть ещё некоторые... Ну вот, на самом деле, здесь, и здесь есть лакские некоторые селения, и дальше они там плотно всегда. Поэтому это некоторые ближайшие соседи. И то, что мы ожидаем, то, что до 1919 года у нас знание лакского достаточно высокое, видите, вот в том числе не оно дальше, поэтому у него низкое. Вот здесь вот знание лакского в 99, здесь было знание лакского в 96, а знание русского мало, маленькое. После 1919 года это всё изменяется в сторону русского. Вот у меня есть тумбл информации про русский, вот информация про лакский. Да, русский возрос, лакский упал. Там было что-то, исчезло, здесь сильно упало. И, таким образом, мы показываем некоторые изменения не только в пространстве, но и во времени. Крайне говоря, так это можно использовать. Казалось бы, проблем нет. Я могу взять любой язык, потому что у меня есть база языков, нанести его на карту. Но, на самом деле, какое-то решение всё равно остаётся. Мне, например, очень хватает работы с разными изображениями в арте. В целом, оно как-то устроено слабовато. А это мне нужно для того, чтобы что-то сделать со старыми картами. Потому что старые карты будут содержать с расселения, старое расселение, старые дороги. Поэтому, если заниматься какой-то такой ближайшей историей, то это супер важно. Потому что я не могу ориентироваться при таком моделировании на дороги, которые сейчас есть. Потому что их там, не знаю, прорубили в столе и так далее. Раньше, может быть, были какие-то трубки. В целом, на каких-то вот старых картах XII века это тоже можно было бы увидеть. Хотя, опять же, а как мне... Ну, возникнут другие проблемы. А как мне привязать карты XIX века к современным точкам? Это не всегда так очевидно. Потому что они тоже не обязаны быть, не знаю, иметь современную точность. И поэтому там будут какие-то, не знаю, есть у меня какая-то береговая линия, а вот она может поменялась. Так что всё это полно некоторых проблем. И вот этого мне не хватает. Но, в целом, это можно делать средствами не только AR. Это просто я ленивый и не хочу из-арганизать. Ну и, конечно же, самая большая, возможно, вам бросилась в глаза – это работа с разными проекциями. Меркатор, который пестрил у вас всё это время, возможно, вызывал у некоторых раздражения. Работа с разными проекциями в AR есть, но она плохо реализована в пакете L-flat-AR. То есть, в целом, я могу что-то перепроектировать и пересчитать, там, если мне нужно будет, не знаю, считать какую-то математику, но вот визуализировать это в другой проекции L-flat не очень получится. Как ещё? Дальше я приступаю к некоторым фишкам, которые я приделал, как, не знаю, отношения между языковыми чертами можно обозначить цвет, а можно ещё и не добавлять. В целом, это мне не очень интересно. Кроме того, возможно, мы бы хотели привести её как бы вот сюда. Она сделана просто в логике, в простой логике регрессии по широте и долготе. При этом широта и долгота используются, я не знаю, в как простые оси x, y, что, на самом деле, не совсем корректно. Всегда нужно делать всякие поправки на проекте, вот здесь я этого не делаю. Но на самом деле для того, чтобы показать какие-то такие черты, порой этого бывает достаточно. Другая история, можно показать какую-то плотность. Вот у меня есть, это называется, Pro-Density Unplot, а русский называется ядерная в лице плотность. Вот так вот. В результате мне нужна некоторая штука, которая будет обводить контур вокруг скоплений точек, и желательно без моего участия совсем. И в целом я это реализовал, вот это будет вот так вот. Мне всегда это даёт хороший результат. Можно легко придумать контрпример, когда это будет выглядеть совсем плохо. Но в целом я это научился сделать. Причем это можно делать вот так вот, да, если всё можно настроить, если вам хочется чуть более плотно или наоборот более широкий, выбрать пределы, всё это можно изменить. Вот, кроме того, другая история, что полигоны, которые кто-то уже рисовал, можно ввести сюда. То есть, например, эта работа здесь не видно, но вообще эту работу сделал Нико Партона, используя мой пакет. Он взял следующее. Он взял старую карту расселения языков и финно-горских. И дальше там был, там был закрашен некоторая область. Он взял старую карту, сделал полигон. После этого положил её и вынул из Street Open Map все точки, которые сейчас находятся в этом полигоне. То есть, это старая карта старого расселения. Дальше она автоматически вынимает всё, что там туда попадает, и обнаруживает, что какие-то селения исчезли, какие-то селения переместились почему-то по странным причинам. Ну, в общем, это значит косяки в старой карте. Но в целом это достаточно классно работа. Ну, и это интересный подход. В целом, всё равно есть некоторые проблемы, потому что не то, чтобы он взял и съездил в каждое село. Но иногда это лучше, чем ничего. Потому что ездить по всем селам было бы дорого и затравлено. Так что и это позволяет делать мой пакет. Он позволяет импортировать внешние полигоны, которые кто-то сделал. А дальше, да, можно подгружаться в области. Отношения между языками. Это как-то Голландия, Бельгия и Нидерландов, в которых люди взяли какие-то данные из каждого села. Вот у нас есть какое-то село. Это не все села этих двух стран. Но дальше они взяли и приводили это в нечто такое. Ну, это достаточно страшно. Дело в том, что они исследовали фонетику, и они собирали конкретные слова. И в результате они проводили линию, если слова как бы показывали близ двух диалектов, и тогда они проводили для фамилии за эти точки во все точки остальных диалектов в такие линии. А красные линии – это, по-моему, конвергенция как раз, когда общие черты задержали два диалектов, а синие – дивергенция, которая наоборот отдаляет. Они потом взяли и решили брать все-таки соседей, и тогда карты выглядят чуть более живутные. Карты вот так вот. Так что, таким образом, некоторый челлендж, который мне предстоит… Вот я, например, не умею сделать такие карты, хотя знаю, что это достаточно просто, и сделать это было не просто для меня. Просто я это еще не сделал. Так что, и это интересная вещь, потому что таким образом я показываю, насколько диалекты похожи на друга, и таким образом я могу увидеть, где какие диалекты есть, потому что какие диалекты приближаются, какие являются, и какие черты у них есть. Оп, а здесь оно почему-то там уехало. И нету, как бы, ничего. Ну, ладно. Ладно, зря не проверил. В целом, то, что я хотел показывать дальше, это из-за голос. Но только я хотел показывать, это не на такой большой карте. А, как интересно, здесь уменьшится. Там, например, не хочется уменьшаться. Не помогло. Control. Класс. Что это такое? Это диалекты языка иидыш. Это карта, которую делал Дмитрий Ков. Такой-такой карткой характеровый фигрист, но он это делает не автоматически, а более-менее руками рисуя, дорисовывая все на некоторых готовых словах. Это разные диалекты языка иидыш. И то, что называется из-за голоса, это некоторые черта, которые их объединяют. Что нарисовано здесь, есть вот такие вот линии. И вот эти все линии, это какая-то черта, которая объединяет какие-то группы. И вот здесь вот тоже какая-то большая куча линии. И здесь какая-то куча линии. И это тоже некоторый челлендж, который мне предстоит, потому что хочется тоже брать и автоматически рисовать в себе линию, а не вручную. И, возможно, вот здесь должна была быть карта, которая показывала, как я начал это решать, но в целом ее нету. Я могу ее найти... Я ее найду потом. Сейчас, если смогу зазумиться. Я потом ее покажу на сайт, хорошо? Что из-за признаков очень много? Допустим, у меня есть одни и те же языки и 100 признаков по ним. В целом, одно решение взять и нарисовать графику для них всех, и дальше получится, что какие-то языки группируются, потому что там какая-то линия часто проводится, а какие-то не очень. Ну, можно, не знаю, выиграть немножко с прозрачностью и получить какую-то доступную графику. Вопрос, насколько мы сможем это инфектировать, и каждый раз это будет такой вопрос, на который нужно будет себе отвечать. И действительно, во-первых, в таком случае скорее нужна какая-то база данных, позволяющая работать со сложными запросами. В целом, в эту сторону я тоже шагнул, в смысле, сделав автоматическое порождение некоторого адреса. Но, кроме того, можно поиграть и в другие игры, поиграть в уменьшении размерности. То есть у меня есть некоторые языки и некоторые признаки по ним, и дальше я беру, уменьшаю размерность, не знаю, состав до двух, и выясняю, насколько я могу так делать, потому что нужно проверить, сколько там процентов дисперсии потерялось, и после этого я могу запустить какую-нибудь кластеризацию и получить некоторую кластеризацию языков. Таким образом, я избавлюсь от многомерности, хотя получившиеся группы, возможно, я никак не смогу интерпретировать. Но вот если получится, то это будет слава. И дальше я скорее хотел закончить как раз вот такими штуками, которые я уже сказал. Да, во-первых, это перцептивная диалектология, когда рисуют карты руками, когда люди должны как-то отранжировать, насколько им нравится тот или иной диалект, ну и когда они, наоборот, пытаются угадать, что это за диалект. Все вот это вот игра в перцептивную диалектологию, когда мы получаем представление комьюнити о языках вокруг, и, возможно, из этого можно вычинять что-то лингвистическое, но это вот игра именно о стереотипах. Кстати, я могу вам сказать сразу, что один из стандартных стереотипов, что язык, у которого престиж выше, люди будут считать, что он звучит красивее. То есть, если просто попрашивать, то, не знаю, жители Дагестана будут говорить, что русский язык красивее, чем их родной, о котором они говорят в селении. Обратные ситуации редки, но, в целом, вот так в социальной инвестиции определяют престижные языки. Так что вот это вот тоже некоторая почва для работы, но не моей, к счастью. Ну и всякие симуляции распространения исковых черт, просто есть, я перечисляю здесь работы, которые это делали, но, опять же, это такая мутная речь. Некоторые используют для этого самые разные игры. Я, наверное, про это подробно ничего рассказывать не хочу. Вот, и на этом все. В целом презентации лежит здесь вот, если хотите, могу кинуть в свою комнату. Супер будет на сайте. Да? Да? Можно подробнее рассказать, как глоссы строятся? Я же правильно понимаю, что из-за лица. Из-за глоссы строятся таким образом. У нас мы берем, собираем какой-нибудь признак, например, как произносит, например, пятеро. По-русски все говорят пятеро, но на северных диалектах у нас часто начнет проявляться пятеро. И дальше лингвист ездит в кучу мест и после этого проводит от руки, как его душе придет в голову, некоторую линию, которая будет разделять все селения на две типы, где говорят пятеро и где говорят пятеро. Так что здесь чего-то такого умного, боюсь, нет. Да, да.